Стук Это я все знаю из первых уст, ибо я там часто обретался, пока отец там работал. Ходил я туда не один, а вместе с другими балбесами моего возраста. Спортплощадку у школы давно разнесли, лазить больше негде, а тут целая конюшня незанятая и вечно пустой манеж с полуразрушенными барьерами, самое то для мальчишек. Как-то раз заигравшись с парнями, я засиделся до темноты, а домой нужно было идти через всю деревню, по пути пройти школу, заброшенный детсад и почти заброшенный парк, где обитали только сорняки по колено, и немного накренившийся памятник Владимиру Ильичу. Паранедостроек, о предназначении которых я не в курсе. С другой стороны были типичные деревенские дома с заборами, огородами и подсобным хозяйством. В общем и целом живописный пейзаж. Важно постукивая палкой, я шагал по пустой улице и где-то на половине пути до детсада заметил кое-что странное. Стук раздавался чаще, чем я долбил деревяшкой по асфальту. На один удар палки приходилось примерно два-три перестука. Если бы со мной это случилось сейчас, то я бы наверняка перепугался, тогда же мне больше было интересно, успею ли я сегодня дочитать очередную книжку Майнрида. В общем, феномен множественных стуков меня позабавил, и я как ни в чем не бывало продолжил идти. Уже подходя к детсаду и стараясь не особо вглядываться в пустые окна этого инфернального строения, никаких призраков и прочей паранормальщины там не было, но черные провалы окон, облетевшие краской и другие особенности, присущие давно и прочно заброшенному зданию, несколько нервировали. Я наконец сообразил, что стук-то не деревянный, а подозрительно похожий на звук копыт. Тут-то по-хорошему надо было испугаться и убежать, но у меня столько времени, проведшего рядом с лошадьми и прочей скотиной, первая мысль была о том, что кто-то не закрыл денег, и одна из лошадей вышла наружу. Что она могла забыть на таком расстоянии от конюшни, как конь так ловко прячется, и почему он идет за мной, эти вопросы в голове даже и не возникли. Зато возникла идея найти нерадивое парно-копытное и отвести обратно. О здравости идеи лучше умолчать. Сопляк же малолетний, что с меня взять? Старательно рассмотрев все вокруг, я так и не понял, где лошадь могла спрятаться. Подивившись из воротливости скотины, я просто пошел дальше в надежде, что хитрая коняга выдаст себя, и я, аки настоящий ковбой, ее изловлю. После еще сто метров нашей, меняя коня сталкера, прогулки, в моей голове начало рождаться сомнение насчет теории про беглую лошадь. Стук был действительно похож на звук копыт, но все-таки от него отличался. Кроме очевидной разницы в ритме и частоте перестуков, этот стук даже звучал по-другому. Не знаю, как внятно объяснить, но было в нем что-то странное. Настолько странное, что я умудрился его со звуком палки перепутать. Когда я все это осознал, по спине пробежал нехороший холодок. Вспомнились сразу и детские страшилки, и жуткие истории про сатанистов-наркоманов, которыми тогда пестрили газеты и телевидение. Резко прибавив шаг, я постарался проскочить детсад, который в моем разыгравшемся воображении стал еще более зловещим. Стуки также ускорились. Наконец, здание адского дошкольного учреждения осталось позади, а впереди замаячила лысина Владимира Ильича. Оставалось пройти через парк, а там уже знакомые дворы. Оказавшись около статуи, я вздохнул спокойно и тут же опять подскочил на месте. Во-первых, палкой я уже минут пять как не стучал, а звуки, по крайней мере пока дорога была асфальтирована, не прекращались и даже ускорялись, словно не желая отстать от меня. Во-вторых, в парке единственным покрытием служила трава, ибо все остальное уже давно вынесли. Это означало, что теперь я не смогу определить, где находится этот псевдоконь. Сложив два и два, я выронил палку и рванул прочь, затылком чувствуя чей-то тяжелый взгляд. Ощущение того, что за мной кто-то следит не ослабевало, а когда сзади послышали звуки шуршащей и сминаемой травы, я ускорился примерно до первой космической скорости. Остановился я, только оказавшись внутри родного двора, естественно тут же рассказал все родителям. Отец немного удивился, а потом напомнил, что ворота в конюшню вообще-то на ночь закрываются, и закрывал сегодня он их сам. Так что либо конь умеет открывать тяжеленные деревянные двери, либо все это моя буйная фантазия. Мама же просто покачала головой и вздохнула. Ночь выдалась неспокойная. Все время казалось, что в окна кто-то заглядывает, или что кто-то стоит около входной двери. Разумеется, утром я пошел обратно за своей тростью. Найти ее так и не смог, как и каких-либо вещественных доказательств вчерашней погони. Парням так и не решился ничего рассказать из страха, что засмеют. Хотел бы добавить, что потом я нашел старого деда, который рассказал легенду или случай, подозрительно похожий на мой. Но увы, хотя конечно баек от местных жителей, я наслушался более чем достаточно в процессе расспросов. И про полуночную рыбалку, и про пропавшего участкового, и про дохлых кур, и про обитателей заброшенных домов, и про беглых срочников. Возможно, моя собственная история объясняется очень прозаично, но испугался я тогда очень сильно, и так и не смог для себя отыскать рациональное объяснение. Яблоки История моя, конечно, может и не такая уж страшная, а скорее из тех, что рассказывается в компании, если зайдет речь о чем-то паранормальном. Тогда в группе точно найдется человек, а может даже и несколько, который скажет, а вот со мной однажды случилось. Так вот, со мной однажды случилось. Когда мы с сестрой были еще совсем мелкими дошколятами, нас на все лето ссылали к дедушке с бабушкой на дачу. Со свободным передвижением там все было строго. Гулять за пределами участка только со взрослыми в восемь вечера домой шагом марш. Чем тогда заниматься малышне на свежем воздухе, если дальше калитки их не пускают? Правильно, торчать на границе двух территорий, родного участка и неведомой улицы. Вот и тусили мы с сестрой постоянно на мостике, проложенном над канавой, разделяющей участок и дорогу, линию, как у нас их называли в садоводстве. Играли в основном в девчачьи игры, магазин, больницу дочки и матери, в общем обычная жизнь обычных детей. А история, которая так запала мне в память, что я при случае достаю оттуда на обозрение своим друзьям-приятелям, произошла одним августовским днем в самом конце лета. Было довольно пасмурно и холодно. Мы с сестрой торчали на мостике и считали прохожих, которых было не так уж много. Наша игра заглохла из-за отсутствия следующего мими крокодила. Ждать надоело, и мы решили пойти домой согреться. Я уже открывала калитку, как нас окликнули. Эй, девочки, яблок хотите? Повернувшись на зов, мы увидели двух ребят, девочку лет 11 и мальчика чуть помладше нас. Они оба были бледно-синюшны от холода. И неудивительно, ведь одежда на них совершенно не соответствовала погоде. На девочке была легкая бело-серая майка и шорты, синие и потертые, прям как из старых советских фильмов про пионеров. Мальчик был одет в такие же шорты и фланелевую рубашку с короткими рукавами. Мне даже стало как-то неудобно перед ними за свою теплую вязаную кофту. Девочка улыбнулась и заговорщическим полушепотом сообщила. Мы тут у деда, что на горке живет яблок, своровали. Очень они у него вкусные. Только он жадный, никому ни одного за так не даст. Хотите, угостим? Она показала нам мальчика, у которого в руках была панама с яблоками, мелкими и зелеными, зато аж с горкой. Только нам нож нужен. С ножа яблоки вкуснее есть, не одолжите. У нас нет ножа, и нам не дадут, выпалила я. Тут, возможно, я и приврала. Может, нам нож и дали бы, если бы мы попросили, но что-то мне не хотелось идти за ним. — Ладно, — сказала девочка. — Тогда вот что. Мы пока эти яблоки у вас под мостиком спрячем и за ножом сбегаем, а вы покараульте тут до нашего возвращения. С этими словами она забрала панаму у мальчика и положила ее в канаву под нашим мостом. — Только вы обязательно дождитесь нас! — убегая вниз по линии, крикнула девочка. Мы с сестрой, наверное, простояли минуты три, смотря вдаль улицы. А потом такой холодок по коже пробежал у обеих сразу, что мы переглянулись и, не говоря ни слова, взяли панаму с яблоками и выкинули ее в канаву напротив. А потом побежали в дом и до следующего дня носа на улицу не высовывали. Не знаю, зачем мы это сделали. Потом меня даже совесть мучила, что так некрасиво поступили с ребятами. На следующее утро мы первым делом побежали глядеть, что там с краденными яблоками. В канаве не оказалось ни яблок, ни панамы. Наверное, они их забрали все-таки. Подумали мы и повернули в сторону участка. Тут сестра дернула меня за рукав и показала на нашу калитку. В деревянную перекладину по рукоятку был вбит ржавый нож. Мы разволновались, наверняка это сделали те ребята, за то, что мы не стали ждать, да еще и выкинули их добычу. Я б на их месте тоже рассердилась бы. Хорошо, что оставалась лишь неделя до сентября и следовательно до конца дачного сезона. Поэтому остаток времени мы прилежно просидели дома. И вроде бы чего тут паранормального, обычные детские обиды и разборки. Я тоже так думала долгое время. В один из дачных сезонов мы гуляли с дедушкой по линиям. И вспомнилась мне та история. Я спросила, мол, знает ли он, где тут дед живет, у которого очень вкусные яблоки растут. Дедушка призадумался и ответил. Да у нас тут пару лет как гнусь на яблонях завелась. Во всем садоводстве яблок нормальных нет. Хворь какую занесли, наверное, с новыми саженцами. А вот помню, раньше у деда Ивана целый яблочный сад был. А какие там яблоки росли, загляденье. Только теперь уж все деревья посохли и перестали плодоносить. Совсем одичали. А почему, спросила я. Так в тюрьме он поди уж лет тридцать. Вздохнул дедушка. Детишек каких-то, которые в его сад залезли, пристрелил. Говорил, припугнуть хотел, но ружье повело. Вот и дали ему пожизненно. Наверное, его и на свете уж нет. А что за дети были, не знаешь? У меня внутри все похолодело в ожидании ответа. Нет, я тогда мотался по командировкам рабочим. Редко когда на даче бывал. Потом уже через слухи все узнал. Знаю только, что двоих было. И вроде как не садоводческие, а поселковые. И все. Жалко детишек, конечно. Дальше мы шли молча до самого дома. Я дедушкин рассказ сестре пересказала. Но она не прониклась моими опасениями. Посмеялась и сказала, что это простое совпадение. Она у меня вообще жуткий скептик, в отличие от меня. Я потом долго думала, что было бы, если мы не выбросили бы те яблоки и дождались ребят. Или сразу за ножом сбегали бы. Зато теперь у меня есть история про привидений для дождливых вечеров под конец лета. И маленьких компаний, собирающихся пощекотать себе нервы страшилками. Ну все, приехали. Рассказал сосед по даче, знатный грибник. Дальше от леса соседушки. Но у меня жена уехала, рай просто. Брат обещал на следующей неделе на выходных выбраться. А одному на рыбалку или охоту ходить не интересно. Командный спорт все-таки. Ну решил прогуляться в лес за грибами и ягодами. Тогда как раз дождь прошел. Думал, насобираю себе на ужин. Не собирался даже далеко уходить. Так, по знакомым тропинкам посмотреть. Но увлекся, как обычно. Грибов много было. Я уже почти целую корзину белых набрал. В первый раз такая добыча. И тут понял, что не знаю, где я. Десять лет как дом здесь купил. Лес хожен, перехожен по сто раз. А сейчас на те. Решил идти уж интуитивно в одну сторону. Рано или поздно должен был выйти к дороге. Трижды уже успел себе поклясться, что больше за грибами один не ногой. Как увидел впереди просвет. И точно. Выхожу там деревня небольшая. Бегу к первому дому. Стучусь. Да нет, ломлюсь практически. От счастья не знаю, куда себя деть. Столько времени шатался. Уже стемнело. Открыли совсем не сразу. Минут через пять. Мужик какой-то. И говорит мне с порога. Заходи, гость дорогой. Я тогда еще больше обрадовался. Захожу. В доме светло убрано. Из детей две девочки бегают. Жена суетится. Он меня проводил на кухню. А там уже все накрыто, как будто только гостей ждали. Сели все есть. Меня посадили. Подали мясо с картошкой. Ем я и понимаю, что-то с едой не так. Безвкусная она какая-то. Прямо вот вообще хоть давись. Я решил ничего не говорить хозяйке. Все же люди меня в дом свой пустили. Кормят. Невежливо. Решил ситуацию свою изложить. Мне хозяин и говорит. Сейчас не поедем никуда. Дороги плохие. Ночью чего случиться может. Ты у нас заночуй. А с утра сразу отвезу куда надо. Я не хотя согласился. Мне на печке постелили. Заснул как убитый. Просыпаюсь посреди ночи от того, что холодно, как в могиле. Гляжу, а одеяла на мне нет. Посмотрел вниз. Валяется на полу. Хотел было спуститься и поднять. А пригляделся под ним кто-то есть. Шевелится. И звук такой мерзкий, будто ногтями по дереву. Я, конечно, испугался. Вжался в угол и сидел почти до утра. Но потом уже задремал. Просыпаюсь. Ни одеяла, ничего. В смысле никого. Вся семья как будто испарилась. Причем они не уехали никуда. Вещи лежали, как и вчера. Я оделся, спустился и вышел на улицу. Там тоже никого. Там тоже никого. Решил прогуляться. Дошел до другого конца деревни. Вижу, машина стоит. Подхожу, заглядываю. А там этот мужик сидит и жестом мне показывает садиться. Я сел. Едем. Молчит мой водитель. Но я значения не придал. Он и вчера не особо разговорчив был. Едем минут десять и вдруг кладбище впереди. Ну, думаю, может, дорога так лежит. А мужик-то тормозит и говорит. Ну, все. Приехали. И смеется. Думаю, шутка какая-то. Глянул на него. И чуть сердце у меня не остановилось. Кожа на лице обугливаться начала. И слезать так, что кость видно. Я ошалел, конечно, от ужаса. Выпрыгнул из машины сразу и бегом. Бегу, а вокруг туман. Не видно ничего. И только смех позади раздается. Останавливаюсь, оборачиваюсь. И успеваю заметить, как на меня фигуры надвигаются. Кто это в тумане шел, непонятно было. Видимость нулевая. Страх меня оттуда унес. Не помню, как добежал до дороги. Не помню, как машину остановил. Довезли меня до дома. Хотели вообще в больницу сначала везти в таком состоянии. Но я отказался. Как бы мне там помогли-то. Когда дома оказался сразу за бутыль. И весь оставшийся день только и делал, что пил. Неделю еще не мог спокойно спать. Только в сон клонить начинало. Сразу вспоминался смех этот жуткий. Оправился. Решил узнать, что это было. Уверен, что все это сверхъестественное просто так не происходит. В леших всяких и прочую ерунду не верю. Решил прознать про деревню. Но мне Настена, которая в крайнем доме живет, рассказала, что раньше здесь неподалеку действительно было село небольшое. Там какие-то сектанты жили. В один день разгорелась она. Пожар затушить удалось почти сразу. Поскольку поселения в лесу отнеслись к этому серьезно и быстро. Но что странно, спасти никого не удалось. Все заживо изгорели в своих домах. А похоронили их всех там же, в паре километров. Крик в ночи. Хотел поделиться одной из историй, произошедших со мной, когда я гостил летом у бабушки в деревне. Деревня эта не очень большая. Дворов 400 будет. Находится в центральной части Украины. Природа там сказочная. Тут и поля с заливными лугами, и лиственные леса с дубами и буками, и пруды в обрамлении плакучих ив. В общем, как говорится, ближе к делу. Первый курс университета, лето, я приехал в деревню. Очень много знакомых и приятелей, так как езжу не первый год, уже со многими успел сдружиться. И с местными, и с такими же, как я, приезжающими к бабушкам и дедушкам. После сельской дискотеки в местном клубе, кто хоть раз бывал, тот поймет этот колорит. Наша компашка в числе шестерых человек, четыре парня и две девушки, собралась немного пройтись, подышать воздухом, поболтать. Ходили-бродили, дошли до местной остановки, и там присели на лавочку. Сельская остановка, кирпичное строение, три глухие стены, шиферная крыша и лавка во всю длину. В общем, сидим, травим анекдоты и байки. Всем весело. Как-то они заметили, как русло нашего разговора перетекает на мистические истории. Местных в компании было четверо. Они начинают рассказывать про истории, которые произошли непосредственно в этой деревне. Про местных бабок-ведьм, про странные случаи в деревне, про женщину в белых одеждах, которую многие видели в лесу недалеко от села. Когда добавили, что у женщины в белых одеяниях, очевидцы видели вместо ног копыта, меня маленько передернуло, так как пару раз, когда был помладше, ходил в лес один за цветами для мамы и бабушки. В общем, обстановка накалилась, истории пошла одна страшнее другой, да еще и полнолуние ко всему. Истории пошли про ведьм, кто в деревне из бабок был замечен за непонятными занятиями и деяниями, про бабку, которая умирала долго и страшно, пока не сделали в крыше дуру. Только тогда она смогла испустить дух. И в этот момент, когда облако закрывает луну, раздается истерический женский смех, который проносится над домами прямо перед нами, метрах в пятидесяти от нас слева направо. Что самое главное, дорога, что перед остановкой одна, параллельно ей нет между домами дороги, есть только пара перпендикулярно расположенных проволков. А женский крик пронесся над домами и длился секунд восемь-десять. Было такое ощущение, что кто-то или что-то летело низко над домами и издавало этот истерический смех. Моей первой мыслью было, что мне показалось, но глянув на бледные лица своих товарищей, я понял, что крик слышали все присутствующие. Сказать, что все испугались, это ничего не сказать. Сразу же после этого все поспешили расходиться по домам. Да повезло еще, что с товарищем жили недалеко и шли вместе в одну сторону. Щучиха Хочу поведать жуткую историю, которую мне рассказала моя подруга. У нее есть старшая сестра Татьяна. Так вот, с ней однажды произошел ужасный случай. У них тогда была жива прабабушка по отцовской линии. Татьяна была для нее любимой правнучкой и в детстве почти каждое лето ездила к ней на каникулы. Но потом выросла институт экзамены ухажеры. Ну, сами понимаете. В общем, года четыре она не посещала любимую бабулю. И вот однажды баба Клава позвонила ей и говорит, что-то внученька совсем ко мне ездить перестала. Я хвораю. Надо бы завещание написать на тебя. Я хочу, чтобы после моей смерти в доме жила ты. Приезжай. Недолго думая, Татьяна засобиралась в деревню. Конечно, ей очень нравился бабушкин огромный дом. Да и денег на книжки было много. И все это достанется только ей шести-то внуков. И вот приехала она на вечернем автобусе. От остановки до деревни дорога ведет через лес, по правую сторону которого находилось кладбище. Таня шла быстрым шагом, так как с автобуса вышла одна. Вдруг она вздрогнула, увидев, как из леса со стороны кладбища к ней направлялась какая-то старушка. Татьяна немного удивилась, что эта старушка делала на кладбище в такой час, но в общем-то была рада, что хоть какой-то попутчик с ней оказался. Когда они поравнялись, Таня поздоровалась, старушку она не знала. Некоторое время шли молча. Чтоб хоть как-то разрядить обстановку, Таня спросила, а как вас зовут и давно здесь живете? Старуха в ответ щучихой звали, а приехала в эту деревню вот уж года три тому назад. Дорога стала узкой, и Таня шла впереди. Следующий вопрос Татьяну буквально шарашил, как Клавдия поживает, привет ей передай. Откуда вы знаете, что она моя бабушка? Таня повернулась к ней, и у нее волосы встали дыбом. Сзади никого не было. Остаток пути она бежала так, что если бы был марафон, точно попала бы в Олимпийскую десятку. Баба Клава была взволнована, увидев внучку, еле дышавшую и испуганную. Что случилось, Танюша? На тебе лица нет. Да по дороге встретила твою знакомую из вашей деревни. Щучихой зовут. Она тебе привет передала и исчезла непонятно куда. У бабушки глаза на лоб полезли. Ты что, Танюша? У нас в деревне была только одна Щукина Лидия Афанасьевна. Мы ее звали Щучихой. Так она удавилась две недели назад. Постой, бабуля, как удавилась? Я с ней говорила, как сейчас с тобой говорю. Тогда бабуля спросила, во что она была одета. Таня не раздумывая ответила, в желтой кофте, коричневой юбке, зеленом платке. Бабуля побледнела, так ее в этой одежде похоронили и тут же начала креститься и читать молитвы. Таня после этого долго не могла прийти в себя, подумать только, с какой страшной попутчицей ей пришлось столкнуться. После этого случая говорят, что еще несколько жителей деревни видели эту щучиху. Так по одному не ходит теперь до остановки, а она все бродит себе там по лесу. львово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok